Добрый день, дорогие друзья и посетители канала и все те, кто будет смотреть этот материал. Буквально вчера я нашел один аккаунт ВКонтакте, который называется Армянский реваншист, у которого почти 800 подписчиков, подавляющее большинство из которых армяне. И я обратил внимание на один пост в этом блоге, который называется Религия Ненависти за январь, 21 год. Всем привет, это HiReVanShist или Реваншист Армян. И я хочу поделиться с вами своими мыслями. Очень оригинально. Этот текст на грани. Я постарался не конкретизировать, чтобы не сильно себя инкриминировать. Зассал. Благо, любой у кого есть мозги соединит точки и поймет о чем речь, а у кого есть сердце... А оно у них есть. Не только поймет, но и почувствует о чем я говорю. Чувствовать иногда важнее, чем понимать. Помните, что я не считаю себя идеальным, и любая критика или призыв относится и ко мне. Ты больной? Говоришь, я сам с собой. Слава всем нам. Поехали. Примечательно, что автор этого текста и владелец аккаунта, чтобы его не обнаружили и уголовно не наказали, предпринял все. А именно, он не показывает своего лица. Здесь только аудиозапись. Голос в этой аудиозаписи изменен. Содержание текста, по его словам, на грани. И даже изменения голоса в аудиозаписи недостаточно, по-видимому. Из опасений за себя следующие мысли, которые он озвучит, завуалированы им и не полностью изложены. В тексте лишь намек. Мысли эти рассчитаны на уже подготовленного слушателя, который должен быть в теме и на той же самой волне по умолчанию, что и сам автор, чтобы уловить весь смысл и, главное, осмыслить возможность последующего применения на практике в своей жизни. Материал рассчитан на понимающую публику, чувствующую сердцем. Послушайте этот материал и ответьте, пожалуйста, себе на четыре следующих вопроса. Кто это публика, на понимание которой он так рассчитывает? Какой у них разум и какое у них сердце? К чему он апеллирует? Какие струны он хочет задеть и заставить звучать в такт своим мыслям? Что он на самом деле думает, если то, что я слышу, в его недосказанном или несказанном полностью, лишает меня просто дара речи и повергает в шок? Что же у него в голове? Вы можете представить концентрацию этого смертоносного яда? Что он хочет сказать своим сторонникам? Что они должны услышать из недосказанного? Какая картина должна раскрыться пред ними в полноте? Когда они будут использовать то, что у них имеется в наличии, как он понимает, то есть их разум, их сердце, и как они этот разум и сердце помогут им додумать остальное? Что же он им не договаривает из соображений собственной безопасности? И последний вопрос. Человек этот говорит на чисто русском языке без акцента. Значит, это армянин вырос в России и обращается прежде всего и в большей степени именно к русскоязычным армянам. Таких очень мало, кстати, в Армении. Соответственно, он говорит с россиянами. Вопрос, почему и как Россия становится таким вот инкубатором для армянских националистов, прекрасно говорящих, читающих и думающих практически на русском языке? Кто тогда все те, кто едят всю эту отраву, не давятся и просят еще добавки? Этот текст должен был называться «Риторика ненависти» и рассказать о том, какая форма мышления может нам помочь преодолеть или хотя бы с достоинством встретить неизбежное. Я откладывал его написание раз за разом, понимая, что не могу точно передать мысль, потому что пытался писать рационально и беспристрастно, пока наконец не понял, что то, о чем я хочу написать, это и есть дело страсти. Это иррациональное, непредсказуемое и, наконец, безумное. И именно в этом и таится сила такого мышления. Деструктивный национализм, расизм, нацизм, ксенофобия, приводящая к экстремистской риторике и террору, расправам над своими и погромом чужих – все это явление иррационального характера. Ничем нельзя объяснить органическую и патологическую ненависть к представителям другого народа. Поэтому тема верно обозначена – религия ненависти. Это иррациональный культ, культ ненависти. Пропаганда ненависти преследуется по закону. Она преследуется в странах, в которых живет диаспора. В России, в США, в Европе. По крайней мере, местные точно страдают от статей соответствующей направленности. Что белые в США подвергаются травле, что европейцы штрафам и срокам, что русские. Хотя справедливости ради, по 282 в России сидят не только они, а радикалы разного сорта. До недавнего времени для нас, армян, единственной страной, где можно было призывать к ненависти и насилию без оглядки на закон, была Армения. Но и там сравнительно недавно приняли соответствующий нормативный акт. Забавно, не так ли? В любом случае, нас это не должно останавливать. Следует адаптироваться под реалии и принять на вооружение единственное оружие угнетенных – ненависть. Человек говорит практически сущую правду. Спасибо ему, конечно, за откровенность и честность. Армения до сегодняшнего времени была и все еще, к сожалению, остается практически мононациональным образованием. 99% населения – это армяне. Других изгнали оттуда, другие не приезжают туда. Поэтому призывать к насилию и ненависти там было в порядке вещей – это правда. Было можно, было разрешено, поощрялось. Проявления ксенофобии и национальная ненависть возведены в этом обществе в рамки закона. Проявление же терпимости и толерантности к другим – признак какой-то слабости, почти граничащей с предательством и национальной изменой. Хочу сказать, кстати, что в Исламской Республике Иран известный своей лютой ненавистью государству Израиль на сегодня проживает около 8 тысяч евреев. Есть синагоги и школы, своя больница, своя газета. И это при режиме Айятол. «Почему угнетенных? Потому что мы находимся в положении угнетенных. Мы оказались в нем благодаря мышлению жертвы, бездействию, самонадеянности, коварству наших врагов и политической близорукости. Мы в положении, когда последние шансы утвердить самостоятельность и суверенность были утеряны, возможно, навсегда. Когда у тебя нет ресурсов, когда на шахматной доске ты – шашка, когда для всех вокруг ты лишний, тогда твой единственный выход – быть проблемой. Да, быть проблемой. Быть таким, чтобы с тобой просто не хотели связываться, знали, что дороже выйдет, что ты безумец и черт знает, что ты за фокус выкинешь, если тебя обвинить. Да, будет плетить пальцем у виска и говорить, что ты не в себе, но ты сохранишь свою честь и отогнешь желание тебе вредить». Несомненно, здесь есть доля правды, особенно когда речь идет о мышлении жертвы, так называемое геноцидальное мышление. Мы великие, древние, вокруг нас одни звери, кочевники, они ненавидят нас и только и хотят, чтобы уничтожить нас и забрать нашу землю и тому подобное. Прав он и в отношении самонадеянности, проистекающей из гипертрофического и раздутого чувства собственной исключительности и величия, граничащего с самодурственным патологическим самоупоением. Отсюда крайняя экспрессивность, отсутствие гибкости, упертость и отвратительная, противная гордыня. Любой осмелившийся высказать собственную позицию объявляется врагом общества и всей нации. Любить, дружить, идти на компромиссы, жить мирно мы не умеем и не хотим. Вокруг одни враги. Мир поделен на армян и турков. Последних больше. Наша гибель неминуема, неизбежна. Что ж тогда остается? Остается одно. Стать окончательно головной болью и проблемой для всех вокруг. И вот эту парадигму навязывает автор текста своему народу, большая часть из которого не живет в Армении, не планирует туда возвращаться в обозримом будущем. Большинство говорят на русском языке, думают на русском языке. Зачем жить, строить, когда можно убивать, умирать, разрушать все вокруг? Идеология загнанных зверей. Стань уже животным. Он и говорит об этом далее. А не лучше ли перестать быть животным? В принципе. Выйти, вырваться из загона или из понятийного капкана, куда вас вгоняют ваши лидеры, кукловоды и лидеры стран, мировых игроков. Почему вы должны быть шашками в чужой грязной политической игре? Что это? Проклятие, судьба, неизбежность. Вас, как народ, использовали и используют до сих пор. Россия, Великобритания, Франция, США, внутренние центробежные силы. Все те, кто сочиняют и пишут для вас вашу мифическую историю, из которой потом создается некая религия, деструктивный культ, и вы свято верите во все это. Это все те идеологи, которые внушают вам идеи особой исключительности армянского этноса, его избранности, его миссии в мировой истории. Но этот мир не был создан армянами, не был создан только для армян. Армянский народ не должен противопоставлять себя другим, возвышаться над ними, самоизолироваться. Он должен гармонично вписываться в общую палитру народов и культур, окружающих его, жить в мире и добрососедстве. Но мнимые друзья, живущие за тысячи километров от нашего дома, и так называемые старшие братья внушили этому народу чувство страшной исторической несправедливости, несовместимой с жизнью. Дали оружие и послали проливать кровь, натравливая внутри, против определенных стран и сложившихся исторических реалий. Это не привело к добру тогда. Пострадали простые люди прежде всего. Были войны, лилась кровь мирных жителей. Я не оправдываю никого, но никакая страна не потерпит сепаратистских действий части населения на своей территории. 20 век знал ужасные бойни и депортации целых народностей. Например, депортации немцев царской России во время Первой мировой войны. В советское время во время Второй мировой войны почти миллион русских немцев депортировали с их мест, где они веками жили. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Привозили как скотину в вагонах в степи Сибири и Казахстана. Останавливали, выкидывали людей с детьми на поле. Как хочешь выживай. Многие погибли. Шла война. Действовали другие законы. Нечеловеческие законы. Это мне сами русские немцы, кстати, рассказывали. Их тут масса живет в Канаде. Но никто из них с ума не сошел и не сходит по этому поводу. А если взять, например, депортации крымских татар 230 тысяч, а депортация чеченцев более 500 тысяч. Это все, как и то, что произошло с армянами и не только в Османской империи. Чудовищно и ужасно. Погибали и курды тогда, и греки, и ассирийцы. Оправдания этому нет. Так же, как и сепаратизму, коллаборационизму, терроризму, погромам курдского и турецкого населения со стороны армянских банформирований и военных, перешедших на сторону противника внутри государства, творилось страшное. Что тут можно сказать? Главная беда в том, что во всех этих действиях и противодействиях пострадало и погибло очень много мирных людей, и причем разных национальностей. Они, прежде всего, оказались под обломками рухнувших империй и государственных систем. Но это все должно было быть только предметом осмысления историков, независимых экспертов, специалистов, но никак не предметом политических спекуляций, истерик и массового психоза людей. Это не привело ни к чему хорошему. Ненависть, желание мести, желание смерти не могут быть по определению жизнеутверждающими и конструктивными. Но это как раз именно то, что мы видим в выводах автора этого текста далее. Как стать проблемой для своих противников, будь то государство или политические оппоненты? Быть непредсказуемым, действовать автономно, без указки, чтобы тебя не могли взять под контроль и боялись, как дикое животное. Ведь кто знает, что у него на уме? Разве не в этом таится страх перед жизнью и природой? Неизвестность и суровость последствий при неправильном прогнозировании ситуации? Сколько раз вы слышали, а может вы говорили сами, что бедоармян от какого-то закостенелого природного индивидуализма, мол, не можем действовать сообща, каждый сам себе генерал и тому подобное. В этом есть правда, и это действительно часто мешает. Но вместо того, чтобы бороться с самим собой и своей природой, не легче ли признать ее? Признать и искать не минусы, а преимущества этой природы. Попытка найти конструктивное применение собственному деструктивному началу очень интересна. Это надо уметь. Терять ведь уже нечего при такой раскладке. Ясно, что все это в итоге приведет к полному распоясыванию и полному беспределу. Ну какая разница? Каждый второй возомнит себя Тиграном Великим, Горигином Нэждея или Монте Мелконяном. Это видно по социальным сетям, по никам, по аватаркам и по самому контенту этих аккаунтов. А что будет в реале, вы можете представить? Навязанная перспектива выглядит страшно и жутковато. Еще раз, оружие угнетенных – ненависть. Единственный выход – быть проблемой. А армянский индивидуализм – преимущество. И все это нам поможет в дальнейшем. Проблема с этим текстом для меня заключалась в том, что я планировал призывать вас мыслить в парадигме риторики ненависти, распространять ее в личных разговорах среди тех, кому доверяете, делать все, чтобы сделать ненависть и желание нести смерть и разрушение врагу нормальным явлением, желанием каждого и очевидным для любого. Но ведь это слова. Много кто так рассуждает вслух и позволяет себе резкие высказывания, призывы. И этого мало. Нужно больше. Нужно верить в ненависть, воспевать ее, ненавидеть всем сердцем, ненавидеть до боли в нем, ненавидеть так, что более ни один момент жизни не будет столь радостным, как прежде. Есть такие люди, кто пережил что-то в жизни, кто что-то потерял или кого что-то грожит, в глазах которых моменты их одиночества, когда ни суета, ни быт их не отвлекают, отражается боль и чай. Вечная причина для скорби, к которой они возвращаются раз за разом. И все, что доставляет им радость или удовольствие, лишь короткая остановка в этом путешествии и по пути к неизбежному. Меня всегда привлекало это в людях и даже ранило. И сегодня я понимаю, что в сердце каждого из нас должна либо наконец появиться эта боль, либо приумножиться. Слов и риторики ненависти мало. Недостаточно. Она, эта ненависть, должна стать вашей верой, вашим божеством, предметом поклонения, восторга, вашей радостью, вашей сущностью, пропитать вас полностью, отравляя собой все ваше естество и причиняя вам постоянную сладостную боль. Жуть какая-то, извращенное и поврежденное мышление, а главное социопатическое, социально опасное. Здоровых более или менее пока людей просто призывают изнасиловать свой собственный мозг и заболеть психопатией. Дисоциальное расстройство личности. Антисоциальное расстройство личности. Психопатия, социопатия. Короткая справка. Расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности. В последнем издании американского руководства по психическим расстройствам отмечается, что психопатия и социопатия являются синонимами антисоциального расстройства личности. 1. Личностное расстройство, обычно обращающее на себя внимание грубым несоответствием между поведением и господствующими социальными нормами, характеризующееся следующим, диагностируется при наличии общих диагностических критериев расстройства личности по трём или более критериям. 2. Бессердечное равнодушие чувствам других, грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежение социальными правилами и обязанностями, неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении, 3. Крайне низкая способность выдерживать фрустрацию, а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие, 4. Неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказание, 5. Выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с обществом. И вот это всё явно прослеживается в дальнейших призывах автора этого послания. Отныне, каждая минута наедине будет приносить тупую, неугасаемую боль, больше, чем прежде. Отныне мы будем искать отражение этой боли в глазах наших соплеменников, неимым кивком давая понять, что нам она понятна и не чужда, и превратится эта боль в ненависть, бесконечную, безумную. Я хочу, чтобы эта ненависть говорила нам, отбери у них всё, отбери то, что принадлежит тебе и что не принадлежит. Отбери всё, а что не сможешь, уничтожь. Уничтожь, просто чтобы уничтожить. Посвяти свою жизнь, каждый вздох тому, чтобы испортить жизнь врагу. Пусть глупые стереотипы про наш разобщенный народ станут правдой. Пусть мы наконец станем коварным племенем, посвятившим свою жизнь уничтожению наших врагов, что внутренних, что внешних. Итак, всепоглощающая ненависть теперь становится главным мотивом, стимулом продолжения безрадостной и серой жизни, которая теперь наполнена новым отрадным смыслом, а именно гадить, убивать, отнимать, если получится, и уничтожать, если не получится. Чудесная цель и картина будущего, не правда ли? Зверинное, сатанинское начало. Армяне-христиане, в их священной книге в Евангелии, основе христианства, который они приняли, как утверждают, самыми первыми, есть вот такой текст, который характеризует, например, сатану, врага рода человеческого. Он назван в Евангелии вором. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. С чем мы ассоциируемся, чему мы желаем подражать, тем мы и становимся в итоге, и судьбу последних разделяем. Не этим ли объясняется, например, страшный безбожный грабеж, сожжение, уничтожение всего вокруг, в Карабахе в течение 25 лет оккупации, буквальное поведение саранчи, цветущий некогда сад превращен в выжженную пустошь? Когда нет выхода и нет пути, безумцы его находят, но их сегодня нет, и они не проснутся от вечного сна, потому что мы не заслужили их, и теперь платим по счетам. Теперь нам предстоит стать безумцами, сойти с ума, а для этого посвятить свою жизнь ненависти, распространять ее всюду и действовать согласно им, в одиночку и нет, самостоятельно, постоянно, без всякой остановки и передышки. Пусть индивидуализм армян станет инструментом. Каждый из нас, один или вместе, без организации и лидеров, может быть автономными, никому не отвечающими, не подчиняющимися ячейками ненависти. Ведь если ты не отчитываешься ни перед кем, не ждешь приказа, никто не узнает, что у тебя на уме, никто не заставит тебя остановиться, и каждое твое нападение будет сюрпризом. И вот эта программа в действии. Сойди с ума, возненавидь, стань инструментом, стань проводником этой патологической ненависти. Звучит призыв к народу всем стать в ряды террористов-одиночек или террористов-смертников, того хуже. А дальше уже, у кого есть разум и сердце, кому как его ум, или скорее его безумие подскажет, так и действовать. Можно, например, взрывать себя, можно травить других, можно устраивать, например, массовые бойни. Почему нет? Как сердце подскажет, одним словом, так и действуй. Ищите своих соратников по глазам. Ищите тех, кто ненавидит так же сильно, как вы. Кому плевать на законы морали, права человека и о том, что подумают другие. Пусть это станет верой, религии армян. Нести боль от разрушения врагу, без всякого смысла и объяснения. Посвятить жизнь своему и потомков не строительству, ведь его время прошло, а разрушению. Ненависть – оружие угнетенных. Если нас не слышно, как громко бы мы не кричали. Если с нами не считаются, если не ставят ни во что. Вышло время заставить врага, вынудить любой ценой, каждый в меру своих возможностей. Я одного прошу, ищите соратников по глазам и верьте в ненависть. Презирайте слабость, не жалейте никого. Исповедуйте ненависть поодиночке и вместе, молча и громко. Не слушайте никого, кто пытается вас усмирить. И не внимайте пустым словам. Приветствуйте боль, и пусть она станет частью вас. Пусть наши противники скажут – ненависть отравляет. Пусть, пусть она отравит меня и мое сердце. Пусть распространится по моему телу и отравит мою душу. Пусть сделает все, лишь бы этот яд достался врагу. И пусть предатель и враг боятся, что в молчаливом армянине-одиночке живет эта ненависть. Непредсказуемо и непонятно им. Он делает все, чтобы нести страдания и разрушения врагам армянства. Он принял боль и уверовал в ненависть. И пусть эта тайная религия охватит умы и сердца соплеменников его. Война продолжается в сердцах армян и не прекратится до полного уничтожения наших противников или нашей смерти. Это просто манипуляция сознанием. Автор задает установки своим пациентам. Эти установки блокируют критическое мышление, способность к анализу реального положения и трезвой оценки происходящего вокруг. Людей вводят в измененное состояние сознания, в область насилующих душу эмоций, ложных и абсолютно пагубных целей. Создавайте внутренне эмоциональные контакты и социальные связи с единомышленниками. И то по главному определяющему признаку – сильной ненависти. Уверуйте в эту ненависть. Вооружитесь ею. Отбросьте логику и здравый смысл. Эти понятия вам могут лишь быть помехами. Отбросьте всякую мораль, всякую жалость. Не слушайте никого. Отдайтесь этой ненависти целиком и безраздельно. Исповедуйте ненависть поодиночке и вместе. Молча и громко. «Приветствуйте боль», – говорит он, – «и пусть она станет частью вас. Пусть наши противники скажут – ненависть отравляет. Пусть. Пусть она отравит меня и мое сердце. Пусть распространится по моему телу и отравит мою душу. Пусть сделает все, лишь бы этот яд достался врагу. И пусть предатели враг боятся, что в молчаливом армянине-одиночке живет эта ненависть». Интересно, армянин-одиночка. «Непредсказуемый и непонятный им, он делает все, чтобы нести страдания и разрушения врагам армянства. Он принял боль и уверовал в ненависть. И пусть эта тайная религия охватит умы и сердца соплеменников. Война продолжается в сердцах армян и не прекратится до полного уничтожения наших противников или нашей смерти». До чего же может довести эта ненависть, когда ты не на войне и ты не на поле битвы, когда рядом нет реального настоящего турка, а ненависть-то есть? Ей ведь нужен предмет? Ей ведь нужна пища? Иначе она сожрет того, кто одержим ею. Может, этим объясняется страшная взаимная ненависть армян друг к другу в армянском обществе, взаимоисключающая, непримиримая вражда и брызжущая ядом ненависть, когда в каждом втором армянине свои же видят турка, туркомола, туркомета, шуртваца, токанка, жеха, давачана. Но если при этом контакте глазами, взглядом, как учит автор этого текста, они не видят тот же самый знакомый до боли ненависти, не встречают ее в глазах во взгляде, что тогда им велит эта ненависть, которая жрет их изнутри? Сожрать своего оппонента, сожрать своего соотечественника? Если, например, вот, возвратиться к христианству, которое армяне приняли как государственную религию первыми, как они утверждают, например, апологет христианства апостол Павел или Погос Аракял, как это будет по-армянски, сказал в одном из посланий, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом». Есть потенциальная опасность при такой раскладке, при такой ненависти, господствующей, которая культивируется, которая доминирует, которая всеобъемлющая. Люди могут просто сожрать друг друга. «Берегитесь», говорит, «чтобы не быть истребленными друг другом, не врагами, не оппонентами, не ненавистниками, не сторонними какими-то людьми, а именно своими друг другом». У меня вопрос к автору этой беседы. Насколько эта ненависть пропитала вас, и есть ли у вас еще место человеку? Будьте здоровы и не болейте. Всего хорошего.